А порог срабатывания мы поставили на минус 20. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эту картинку, запомнили ее раз навсегда в своей жизни. Получается, от минус 20 у нас вверх остается десятка. Минус 20 плюс 10 — это минус 10. На сегодняшнем уроке мы познакомимся с компрессором как таковым. Компрессор — это устройство, которое автоматически понижает уровень проходящего через него звука. Понижает — это значит делает тише. Компрессия всегда сжимает. Это пресс, который сжимает ваш звук, тише делает. Так как же это работает? На самом деле внутри компрессора любого есть ручка громкости выходящего сигнала. Мы сжимаем весь диапазон средним, чтобы он стал одинаковым. А потом ручкой громкости назад возвращаем уровень громкости, который был до сжатия. И он по впечатлениям нам кажется плотнее и громче. Если вы чуть-чуть переборщили с компрессией, она может сделать звук хуже, чем он был до компрессии. Поэтому с компрессией нельзя переборщивать, ее нужно аккуратно применять. Сейчас активно гонятся за громкостью, пытаются сделать все треки максимально громкими, чтобы всю композицию, где она звучала, все было слышно и все было громче, чем у других. Это маркетинг. Маркетинг — это значит попытка коммерчески так выглядеть лучше. А на самом деле в музыке это не так важно. То есть не надо гнаться за громкостью, потому что у любых носителей есть ручка громкости. Компрессия — это не значит, что это всегда лучше. Иногда ее стоит использовать, иногда не стоит использовать. Если мы компрессируем сильно сигнал, мы убиваем динамику, красоту естественную по громкости, которая идет. Мы ее убиваем и делаем ровной, плоской. Поэтому иногда это убивает динамику в каких-то красивых, перкуссионных, живых звуках. Лучше ее использовать тогда в более щадящем уровне. То есть если применяете компрессию и не видите пользы, не применяйте. Если применяете компрессию хуже становится, не применяйте. Все понятно, как действует компрессор. То есть у вас есть разный по динамике сигнал, есть громкие, есть тихие элементы, и он у вас разнится по громкости. Вы хотите его усреднить, сделать его везде громким одинаково. А есть у вас тихие элементы, есть громкие элементы. Так вот, чтобы компенсировать разницу между громкими и тихими, вот эту разницу компенсировать, мы используем компрессор. Каким образом? В компрессоре у нас есть ручка порог срабатывания, линия, линейка, которую вы вставляете в звук, вы ее опускаете вниз в звук. Так вот, эта линия, этот threshold, вы ее опускаете вниз в сигнал, и вы говорите таким образом компрессору, все, что выше линии, мы компрессируем, все, что ниже линии звучит, мы не трогаем, не компрессируем. Компрессор начинает включаться, как только звук выше этой линии звучит. Громкий звук появляется, компрессор включает и его сжимает. Здесь ничего, компрессор выключился, здесь опять появляются громкие звуки, компрессор их сжимает, и вот это сжимает, и вот это сжимает. Все верхушки, короче, он срезает, это и есть действие компрессии. Наш звук в среднем становится тише, то есть он у нас вот таким становится. а внутри компрессора у нас здесь есть ручка громкости я вам говорил так вот ручкой громкости назад громкость поднимаете после компрессии до того уровня который был у нас до компрессии то есть вот эти все звуки скомпрессированы теперь назад делайте громкими вот представьте что нас вокалист ходит по сцене у него микрофон он не очень профессионально с ним работает и очень громкий у него есть фразы а у него местами очень тихие а потом опять очень громкие фразы а потом опять очень тихие и вот у него постоянно громкость плавает вот так это выглядит есть громкие части трека а есть тихие части трек и компенсировать разницу в громкости мы можем с помощью компрессоров и очень громкие у него есть фразы а у него местами очень тихие а потом опять очень громкие фразы так Так вот, если вы такой звук выставляете по отношению к другим звукам, обязательно нужно сравнивать с другими звуками, чтобы понимать, как это все работает и как вы выстроили. Потом опять очень громкий. Да, вот эта часть вот слышна очень хорошо, да, а другая часть не слышна. Если мы сделаем сейчас погромче, вот эта часть орать будет, а эта будет слышно, да. Если сделаем потише, вот эта часть еле-еле будет слышна, а эта вообще не будет слышна. Все понятно? Да, то есть дилемма у нас, ни громче, ни тише никак не получается. В данном случае мы как раз и используем компрессию для того, чтобы потише сделать громкие части и погромче сделать тихие. Вот вокал тихо звучит вот где-то вот здесь, а громкий вокал вот здесь. Я вот громкий как раз хочу сжать. Сжимаю, временные настройки лимитера поставлю. И очень громкие у него есть фразы, а у него местами очень тихие, а потом опять очень громкие фразы. Это сильно перекомпрессированный сигнал. Редко, но можно и такое даже, да. И тем более он нам можно, понимаешь, потому что у нас звук на минус 23 звучит. Вот эта вот часть, она звучит здесь на минус 23. Мы к ней как раз по плашечку и опустили, чтобы вот эти все пожимать по отношению к ней. Так вот смотрите, звук теперь становится тише. И вот внутри компрессора есть ручка out, это ручка громкости выходящего сигнала. И ей как раз и справляется сигнал. Но я сейчас, смотрите, заморожу дорожку, freeze, и окончательно превращу ее в flattened в audio sample. Что мы перед собой видим? Вот у нас теперь компрессия сделала вокал по всем частям одинаковым. А потом ручкой громкости компрессора внутри компрессора вы назад возвращаете громкость до того уровня, который был. Понятно? И вот они, тихие части, они стали громкими. Давайте теперь проверим, как это все звучит по отношению к композиции. Представьте, что у нас вокалист ходит по сцене, и у него микрофон, он не очень профессионально, с ним работает. И очень громкие у него есть фразы, а у него местами очень тихие, а потом опять очень громкие фразы, а потом опять очень тихие. Мы теперь слышим и ту, и ту часть. До этого не было слышно, да? То есть вот компрессор исправил вот эту ситуацию. Для того, чтобы в среднем звук сделать слышимым во всех частях. Добавлю оператор на меди-дорожку. И сделаем оператор звучащим одной ноткой длины. Ага, все, в ноль бьет. Этого нам достаточно. Смотрите, мы сейчас сымитируем такую ситуацию. У нас звучит сигнал из сэмпла или синтезатора. Постоянный и с одинаковым уровнем громкости. В ноль децибел звучит. По нему мы будем сейчас выстраивать весь компрессор, изучать его и слушать, и знакомиться с ним. Я после синтезатора кидаю компрессор. Вот так вот он выглядит. Разработчики тоже в 11-й версии, в последней сделали, включили режим RMS. Так он плавнее работает. Мы, если хотим агрессивный компрессор, переключаем в пик. Пик — это значит, что он ориентируется по пикам. RMS — это он ориентируется по среднему дратичной громкости. Он типа за всей громкостью подстраивается и аккуратнее подстраивается. Пик — это резкий удар, он типа по ним быстро ориентируется и быстро компрессирует. То есть пиковый, более агрессивный, он подходит для перкуссии, драм-секции, для резких звуков. RMS подходит для баса, для падов, для мягких звуков, для вокала, может быть. Это такой более аккуратный. Есть еще режим третий — экспанд. Экспанд — это обратная версия компрессора, это экспандер. Экспандер усиливает тихие звуки. Компрессор сжимает громкие, а экспандер усиливает тихие. Но сильно большой практики использования экспандеров нет. В основном все пользуются компрессорами, поэтому мы будем акцент делать на компрессии. Первое, с чего вы начинаете работу с компрессией, — это нужно планочку, трешолд, порог срабатывания опустить в сигнал. Вот если она не опущена, компрессия, даже если включен компрессор, компрессия пока не работает. Вот наш сигнал-столбик. И если курсор находится рядом, над ним, то, значит, никакой компрессии не будет происходить. Планочку курсору нам нужно показать, какой уровень сигнала компрессировать. Именно выше курсора сигнал будет подвергаться компрессии. Поэтому курсор нужно опустить вниз в сигнал. Я здесь, этот трешолд, порог срабатывания, опущу на значение минус 20 дБ. А сигнал наш звучит от бесконечности до нуля. Вот смотрите, компрессор у нас включен, трешолд опущен вниз, но пока еще компрессии не происходит. С данными настройками в синтезаторе выходит звук, который звучит до нуля дБ. А порог срабатывания мы поставили на минус 20, то есть все, что выше порога срабатывания, будет подвергаться компрессии. От минус 20 до нуля – это отрезок в 20 дБ. Шкала здесь, запомните, она в минус идет 0, минус 12, минус 24, минус 36, то есть как на термометре вниз идет. Поэтому порог срабатывания на минус 20 ставим, а значение именно 20 дБ подвергается компрессии. Правильно замечают некоторые из студентов, что сейчас компрессии ничего не подвергается. Компрессор включен, порог срабатывания мы в сигнал опустили, но все равно они не компрессируются, 0 дБ компрессируется. Почему? Потому что рейша я пока что временно поставил один к одному. Рейша – это степень сжатия. И если один к одному, это значит, сколько было, столько и осталось. Сколько зашло у нас в компрессор – 20 дБ. На выходе эти 20 дБ должны остаться. Смотрим на сигнал. Сигнал на входе и на выходе одинаковый по громкости. Компрессор не работает до сих пор. Он включен, порог срабатывания вниз опущен, но он не работает. Почему? Потому что рейша один к одному, эта компрессия не работает, выключена. Запомните это. То есть можете настраивать и думать, почему еще ничего не работает, а рейша один к одному, значит, не компрессирует сигнал. И первое значение, с которым мы с вами знакомимся – это рейша два к одному. Два к одному – это значит, в зависимости от количества сигнала, который поступил в компрессию, он должен стать тише ровно в два раза. Почему? Мы с вами определились вначале, что именно у отрезок в 20 дБ подвергается компрессии. Если он в два раза тише должен стать, то 20 делим на 2 – это десятка. Десятка – это сколько останется от двадцатки. Получается, от минус 20 у нас вверх остается десятка. Минус 20 плюс 10 – это минус 10. Так вот, смотрите, проверяем сигнал, проходя через этот компрессор, у нас сейчас должен быть минус 10. Вот, минус 10. Понятно? Не обращайте внимания на сотые, это погрешность компрессора. Исходя из того, что здесь еще огибающий не совсем четко его подает, он вначале как будто спинком звучит. То есть, смотрите, с этими настройками синтезатора и ноты, которые у нас звучат, сигнал становится и звучит минус 10. Вот они, 10 дБ, которые мы потеряли. И вот они теперь без вот этой верхушечки нашей. Следующий шаг, к которому мы обратим с вами внимание, это 4 к 1. У нас от минус 20 до нуля отрезок был, и он стал в 4 раза меньше, это осталось пятерка. И от минус 20 прибавляешь пятерку. Рейт, оно делает выходящий сигнал выше порога срабатывания в несколько раз тише, в 2 раза, в 4 раза. И если максимально, если ставим рейт, то он максимально все зажимает. И вот сколько остается, это именно значение, которое ты основное свое значение делишь на циферку 4, например. 20 делишь на 4, у тебя остается пятерка, это вот столько осталось. Так, смотрите, я запускаю, первый пинок у нас некорректный, я его сбрасываю, минус 15 дБ. И смотрите, максимальное значение ручки рейтша, двигаю вот здесь, двигаю, здесь 20, 60 здесь появляется. А самое максимальное в самый край, хоп, инфинити. Инфинити — это бесконечность. Бесконечность на 1 не делится без остатка, поэтому у нас значение здесь не будет точное, оно будет с плавающей точкой, запятая там и повторяющиеся цифры. А вот инфинити, бесконечность на 1, это значит всю нашу 20 разделить на бесконечность. И получается, она будет приближаться к местоположению ручки 3-шолд, максимально к ней стремиться, но не достигать ее. То есть почти все вот это сверх, весь съестся, и она будет приближаться к значению минус 20, но не будет достигать его, это будет минус 19, 8 и 7, 7, 7, 7, до бесконечности. Проверяем. Минус 19, 8 и после восьмерки там еще куча семерок, бесконечное количество семерок. Следующий параметр, с которым мы познакомимся с вами — атака. Сейчас у нас стоит минимальная, и это означает, что как только сигнал проходит выше порога срабатывания, компрессор сразу его сжимает. Вот это режим лимитера. Высокочастотный клик и низкочастотный гул. Вот так выглядит бочка. Далее я ставлю порог срабатывания компрессора по отношению к этому звуку бочки вот на такой уровень. Все, что выше порога срабатывания, сейчас должно скомпрессироваться. Вот лимитер взял бы и срезал всю вот эту верхушку, и у нас звук бы получился вот такой. А если мы выставляем атаку, какое-то значение атаки, например, 30 миллисекунд. Часто атаку выставляют 30 миллисекунд для бочки, чтобы пропустить первую часть сигнала громкой. Что у нас происходит? Это не означает, что компрессор будет работать через 30 секунд, типа он резко взял такой и скомпрессировал. Нет, он начинает работать с самого начала. Только в полную мощность он начинает работать к значению в 30 миллисекунд. Он уже сжимает, но неохотно. А вот здесь он сжимает сильно. Здесь он начинает с 30 миллисекунды работать в полную мощность. Вот как работает атака. А первую часть звука получается он пропускает и делает, оставляет ее громкой. Зачем это нужно? Чтобы у такого звука длинного, гулкого, взять хвост вот этот и сжать. У нас получается яркий звук в начале, громкий, и тихий в конце. Вот так звучит наша нота в 0 децибел, которая звучит постоянно. А вот теперь я включу компрессор. Пока что с минимальной атакой работает режим лимитера. Значит, сейчас наш сигнал станет тише на 20 децибел. Замораживаю, смотрим результат. Вот наш тот же сигнал синусоиды стал тише. Эта амплитуда у нее меньше стала. Сама синусоида не изменилась, видите? Никак не исказилась, ничего с ней не произошло. И произошло это с самого начала. Ну, немного вот такая погрешность небольшая у компрессора какая-то есть. Атака вот с самого начала жмет. Как только он слышит громкий сигнал, сразу ее по шапке бьет. Понятно, как работает атака? А теперь давайте поставим значение атаки в 30 миллисекунд. Размораживаем дорожку. И я ставлю в компрессоре значение 30 миллисекунд. Что произойдет в этом случае? Замораживаю дорожку, смотрим результат. Запомните эту картинку раз навсегда. Вот так выглядит атака в компрессоре, которая позволяет в начале звука оставаться нескомпрессированным. И компрессор уже работает, но не в полную мощность. Он вот здесь, вот 30 миллисекунды, вот отсюда начинает работать в полной мощности. И четвертый параметр это релиз. Релиз это как быстро компрессор выключится. Релиз минимальный нельзя ставить, потому что компрессор типа сразу же выключается и сразу же включается, и сразу выключается, пытается выключиться, и он не в полную силу жмет. Поэтому минимальный релиз мы не будем ставить. Но на ноль его нельзя ставить. С другой стороны, большой релиз, давайте посмотрим, к чему приводит. Я для того, чтобы увидеть, как релиз работает, должен опустить сигнал, чтобы он выключил компрессор когда-то. Значит, у нас должен появиться сигнал ниже минус 20. Все понятно? То есть, когда какая-то тихая нота звучит, компрессор выключается. И выключаться он начинает с помощью параметра релиз. Давайте посмотрим. Для этого я продемонстрирую вам такую ситуацию. Я нарисую две ноты. И одна нота, которая вторая, она у нас по громкости будет тише. Я автоматизирую ручку громкости синтезатора и сделаю так, что вторая нота звучит у нас, чтобы компрессор выключился, на какой уровень громкости нужно мне опустить? Ниже порога срабатывания. Минус 25, к примеру. Всем понятно, минус 20 это порог срабатывания. Если ниже опускаем, то у нас появляется тихая нота, которая выключает компрессор. Компрессор не будет здесь работать. Минус 25 поставим. Смотрите, первая нота громкая, компрессор работает. Вторая нота тихая, компрессор выключается. Замораживаю дорожку. И смотрим, как эти две ноты с разными уровнями громкости теперь у нас компрессируются. Вот на эту часть, посмотрите. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эту картинку, запомнили ее раз навсегда в своей жизни. Вот это атака, с ней мы познакомились. Вот наш громкий сигнал в 0 дБ, вот он сжатый, вот он так выглядит. Сжатая нота наша. Компрессор работает. А вот вторая нота тихая, и компрессор здесь уже не должен сжимать, и он выключается. И вот он выключается. Выключается и съедает начало следующего звука, который не должен был подвергаться компрессии вообще. Если вы ставите большой релиз, то компрессия после каждого пикующего звука всегда будет съедать соседние звуки. И очень долго, и очень сильно. Понятно? Поэтому большие релизы нежелательно ставить, если мы не хотим размазать весь звук полностью. Продолжение следует... Продолжение следует...